44-летняя Шарлиз Террен призналась, что в начале карьеры столкнулась с сексуальными домогательствами. По словам звезды, она до сих пор жалеет, что не смогла дать отпор обидчику. Обладательница премии «Оскар» активно борется за женские права и поддерживает движение «Миту». Артистка никогда не скрывала, что росла в тяжелых условиях. Ее отец часто издевался над девочкой и ее матерью, Гердой Олет. Уехав из родного дома, будущая звезда Голливуда столкнулась с неподобающим поведением потенциальных работодателей. В качестве печального примера она рассказала о самых первых кинопробах. «Режиссер фильма вел себя очень некрасиво и откровенно меня домогался. Я была еще очень юная и не знала, как реагировать в подобных ситуациях. Он сидел и наслаждался своей властью, а я будто впала в ступор. Ужасное чувство», — поделилась она. Террен заявила, что до сих пор не может простить себе слабость. «Да я все еще злюсь, что тогда не смогла за себя постоять. Мне казалось, что так все устроено в Голливуде, и я просто оставила этот опыт в своем сердце. Только потом я осознала, что нужно всегда себя защищать от таких агрессоров. Но то первое прослушивание я помню до сих пор», — цитирует слова актрисы Daily Mail. Звезда сейчас активно занята в новых кинопроектах и продвижением уже снятых картин. В перерыве между светскими выходами она старается чаще бывать с детьми, четырехлетней дочерью Август и восьмилетним сыном трансгендером Джексоном. Не забывает бывшая возлюбленная Шона Пенна и о спортивных тренировках. Так, она была замечена во время посещения тренажерного зала. Шарлиз надела черный удобный для занятий костюм, футболку и леггинсы. Сверху она накинула дутую куртку. Террен самостоятельно вела машину, отказавшись от услуг частного водителя. Поклонники обратили внимание, что звезда вышла из салона автомобиля с домашней чашкой в руках. Недавно артистка обвинила Голливуд в дискриминации по половому признаку. Она также критически высказалась о Харви Вайнштейне. По ее словам, бизнесмен годами оказывал на нее психологическое давление, вынуждая заняться с ним сексом.